МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Минимальная травматичность и худки процесс реабилитации. В областной больнице сегодня провели уникальную операцию на коленном суставе. Памятаем, любим и биражем. Мемориальная зала народного письменника Беларуси Андрея Макайонка открылась сегодня в областной библиотеке. Подвели выники 2017 года и узнагородили лепших. У Гомеля отбылась коллегия Управления спорта и туризма Аблова-Канкама. С подробностями этой и других подействий спортивного жития региона воспознаемець Максим Савин. А зараз обгэта меньшим больш падрабязна. Президенты Беларуси и Украины обмерковали взаимодейння у экономицы. Телефонная размова Александра Лукашенки и Петра Порошенки отбылась на передадне. Особные керавники державы обмерковали ход под рыхтовки до первого беларусско-украинского форума. Нагадаем, яго планыць провести у Гомеля у Кастрычнику. Досягнуты домоленностей об форме проведения мероприемства. Республиканское громадское объединение «Белая Русь» будет створать депутатские группы в Мясовых Советах. Об этом сегодня поведом и у старшиня Белой Руси Геннадь Давыдька на посаджении президиума Республиканского Совета Организации. Створение таких групп станет важной и подмогой у штоденной деятельности депутатов. Основная мета – оказание организационными структурами Белой Руси до помоги депутатам о життявлении ими своих полномодствов, сказал Геннадь Давыдька. Вопыт такой работы уже есть в Палате представников. Групы будут объединять депутатов для подрыхтовки, принятия и распространения решений, которые принимают Мясовые Советы. Таким чином, члены Белой Руси, которые стали владельниками депутатских мандатов и активов громадского объединения, смогут консолидовать на махании, выражающие проблемы региона. Геннадь Давыдька подкреслил, что Белая Русь служит опорой для своих представников, которые вошли в состав Мясовых Советов. Депутатами, до речи, стали больше, как 6,5 тысяч членов Белой Руси, або 36% от агульной колькости. В сравнении с попередним скликанием, их колькость выросла на 9%. Члены оперативного штаба при Житковицком райвыконками сёння провели выездное посаджение на месте переправы прозраку Припять. Головное питание – организация перевозки людей с уликами у МОНа дворья. По коле работники мясовых предприемств учасово переведены на вахтовый метод, а водителям аутотранспорту пропонована рухаться у объезд Прозмазыр-Ципинск. Нагадаем, стационарный мост прозраку, где сёма Снежня была выявлена расколена, закрыты для руху транспорту и пешаходов. Зараз распрацеванный проект его реконструкции, предприемство «Гомель-Аутодор» приступает до разборки пошкодженных конструкций. Сюжет глядите у наших наступных выпусках. До інших тем. Минимальная травматичность и худкий процесс реабилитации. У Гомельской областной клиничной больницы сёння провели первую операцию на коленном суставе с допомогой одиного в Беларуси артероскопичного обсталявания ультравысокой разделяльности. Наша здымочная бригада надзирала за хирургичным умешательством на протягу всей операции. Опошний день зимы для Антона Берешенки стал и опошним днём покут. А маль погода у 18-годового гомельчанина вельми болела колено. Причиной стала звычайная бытовая травма. Дискомфорт, порушение гибкости суставу для молодого человека были абсолютно непремальными. Хлопец – кандидат у маэстри спорта по вольной бородибе. У спортивной карьеры наученца в училище Олимпийского резерва всё только починалось. А тут пришлось надолго забыть про тренировки. Получил травму, из-за которой не мог заниматься спортом. Но и благодаря этой операции, думаю, мог остановиться и дальше продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях. Консервативное олятшение ниякой истотной корысти не приносило. Потребна была только операция. МРТ, рентген и ультрахуковое доследование показали пошкоджение мениска. Аппарат данного класса позволит нам с высокой точностью визуализировать повреждённые структуры в коленном суставе, максимально точно определить их расположение и максимально точно определить степень повреждения, которое позволит нам тщательно иссечь, удалить те повреждённые образования и повреждённую часть мениска, застарелую повреждённую часть. Неверогодно ли непосредственно подчас операции высветлилось, что проблема у пациента совсем не травма мениска. Справа у невеликим прикладно 5 на 5 мм ковалку хростка. По всем методам диагностики УЗИ и МРТ показали, что имеется повреждение мениска. А мы с помощью этого аппарата увидели, что проблема всё-таки, да, есть небольшая проблема мениска, но основная проблема из-за того, что у него повреждён участок хряща, и оттуда, скажем так, уже оторванные участки больного хряща попадают в сустав и блокируют его. Обстреливание для диагностики и оперирования патологии сустава набыто дякуючей реализации мероприемства Державной программы по переодолению наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. А оно закуплено за сродки областного бюджета и каштой амаль, что полмиллиона рублей. Практичное применение уникального диагностичного комплекса одночасово дозволит отримливать визуальную характеристику и пальпацию внутри суставных структур. При этом забеспечиваются минимальные для пациента травматичность и риска ускладнений. Зараз на новом обстреливании будут выполняться все операции на суставах. За пошние пять годов узровень захворываемости на вострые респираторные инфекции гриппу регионе знизился на 40%. Такую информацию огучивают областным Центр егієны, эпидемиологии и громадского здоровья. В этом году медики в уголе не прогнозуют превышение пороговых значений. Разом с тем, стан здоровья кожного человека будет залежить перш за все от его самого. Олег Сенсеров протягнет тему. Конец студения, початок лютого периода, когда, звичайно, на Гомичине означается рост захворываемости на вострые респираторные инфекции грипп. И это год стал приемным выключением. Медики клубажат такую ситуацию некакими причинами и пеш за все проведенные вакцинации. Минулую осенью вакцинацию от гриппа на Гомичине прошли 40% уже хоров региона. По словам медиков, это дозволило створить так званую коллективную иммунную прослойку. У доказ этих слов приводится наступная статистика. За пошли 5 годов захворываемость на вострые респираторные инфекции и грипп у регионе знизилась амально половым. До речи, дякуючи именно в этой вакцинации, на Гомичине уже больше 10 годов не означается выпадку захворывания на одер, как и зараз заявляются значной медицинской проблемой для шматаяких европейских краин. И еще одна причина приобщения эпидемичной ситуации – больше отказные относины людей до властного здоровья. Уживание продукции с высоким утроманием витаминов, здоровый лад життя и прогулки на свежем поветре – для шмат кого-то уже звычайная практика. Медики увагу верают, навод при сучастных, односно низких температурах у квартирах не ховаться ни дорослым, ни детям. Учитывать нужно временной промежуток, в котором будет находиться ребенок на улице. Если он уже идет на длительность, с санками, с коньками, хождение где-то в течение желательно от полутора до двух часов максимально при таких сложившихся низких температурах рекомендуется. Дядячи на спокойную эпидемичную ситуацию до зимовых захворываний у Тым-Немеш полностью готовы во всех державных аптеках. У речи кожный тыдень на гомичине захворывания на устрораспираторной инфекции выявляется неде у 10-15 тысяч человек, 75% заких детям. Это прикладно, отповедая в осеньскому взрывню. А лекали у некого хвороба обмежуется звычайным кашлем, иншим потребна медицинская допомога. Сегодня в аптеках можно набыть любые леки, причем их запас различный на некоги тыдню. На сегодняшний день мы полностью обеспечены всем ассортиментом лекарственных средств, противогриппозными, противовирусными, иммуномодуляторами, антибиотиками, лекарственными средствами от гриппа и естественными витаминами, лекарственными препаратами. Запас составляет полутора месячный на сегодняшний день. Сгодно с прогнозами медиков, все ли это на гомичине не будет необходимости поведение карантинных мероприемств, связанных с сезонными захворываниями. Наверное, не глядя на то, что синоптики кажут о повышении температуры, и навод дождливом на дворе, перевышение пороговых значений у захворываемости, верогодно отрывается по сбегнуть. У нас, если и будет подъем заболеваемости, то он не будет превышать контрольных уровней и не вызовет какой-то эпидемический подъем. То есть будет протекать со средней степенью интенсивности. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». В Беларуси проверяют систему оповещения. Как поведомили у областного управления МНС, текстовые бегучие радки з'явятся на телеканалах «Белтелерадиокомпании», «АНТ», «СТБ», «РТР Беларусь», уголовным меню интерактивного телебачения IPTV-зала. Завтра проверка пройдет у эфиры большинства радиостанций. Вратовальники просят ставиться до таких мер с разумением. Мемориальная зала народного письменника Беларуси Андрея Макайонка открылась сенне у Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина. У основе экспозиции – особистый архив драматурга, рукописы, фотографии, листы и телеграммы, книги зуластной библиотеки. Гэта, саправды, уникальные предметы и оригиналы, закликанные знайомить наведвальников с житем и творчастью нашего славутого земляка. Под обязанностью в материале Вероники Ворошилиной. Открытие мемориальной зала народного письменника Беларуси Андрея Макайонка началось с демонстрацией урывка с документального фильма «Святло далекой зорки». Будучий литератор народился на Рогачовщине у селянской семьи. Друковаться начал в 1946 году. Звание народного письменника Беларуси отримал в 1977 году. Драматургичная спадшина Андрея Макайонка стала золотым фондом беларуской литературы и театра. Менавито про это и свечать уникальные экспонаты оригинала из особистого архива письменника. На Гомельщине жили и творили четыре народных писателя Беларуси. И в нашей библиотеке собраны материалы о каждом из них. Но наиболее богатый архив нашего замечательного земляка Андрея Егоровича Макайонка. И мы благодарны бесконечно Любови Ивановне Макайонок, вдове Андрея Егоровича, за то высокое доверие, которое она оказала нашим краеведам и нашей библиотеке, передав все эти сохранившиеся вещи именно нашей библиотеке. Мемориальная зала памяти Андрея Макайонка включила куток письменника, вытреманный у детальовой докладности. Импровизованную творчую майстерню драматурга с соправдными рукописами. А так само шматлики и иншие экспонаты оригиналах, фотографии, листы и телеграммы, книги из его уластной библиотеки. С представленных уникальных предметов можно доведаться, что в час Великой Айчинной войны Андрей Макайонок удельничал у боях на Крымском фронте, ибо тяжко поранены об тем, что спектакли по его творах ставили сотни театров Советского Союза и Усходней Европы. Задрышные пьесы Андрея Макайонка з'являются эталоном жанра и не губляют свою актуальность и сёння. У свою чергу память про нашего славутого земляка заховывается биражливой, как на его малой родиме, так и в регионе. Я часто бываю на родиме Андрея Горовича у Старых Гуравчих, Харгашевского района, обовязково заходу в школу, наведу музей, который там створен, и открытый я еще на начале 80-х годов, минулого 100-го года. И мне приятно, что музей открылся сейчас тут, в библиотеке. Спасибо библиотеке, что они ошиновали такого славутого, славного письменника. Мемориальная зала народного письменника Беларуси Андрея Макайонка у областной библиотеки будет выкористовываться не только как экспозиционная пляцовка. Тут плануется проводить науково-эдукационные, доследшие и познавальные мероприемства для подрастающего поколения. У захоплений от такой пригожосты и от объема выполненной працы, велизарной працы, сделанной с душой, с сердцем, я не сомневаюсь, что это станет пунктом притягнения усих, кто цикавится своими славутыми земляками, нашей драматургии, историей родной литературы, и это будет саденничать в хованню патриотичных помкненнях нашей молодцы. Немало часу пройшло, как не стало Андрея Макайонка, однако он по раннейшему живет в нашей национальной культуре и сердцах людей. Бо это выдатный литературный дичь целой эпохи у белорусской драматургии и особливая зъява для усяго света. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Это и так само и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее у эфиры «Де-факто» и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Удалого вам вечера. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Накануне на границе Брянской и Гомельской областей водители могли наблюдать большое количество инспекторов и техники как Белорусской госавтоинспекции, так и российской ГИБДД. Это проходила рабочая встреча сотрудников, которая сопровождалась массированной отработкой участка автодороги М-10. Совместные рейдовые мероприятия на приграничной территории, к слову, уже давно традиция. Основной акцент на выявление фактов превышения скорости, опасного маневрирования, вождения в нетрезвом виде и без права управления. Отработка производилась в целях стабилизации дорожной обстановки, недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий, а также выявления фактов незаконного перемещения товароматериальных ценностей. Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с нелегальной реализацией автомобилей, оперативным обменом информации и обеспечением безопасности на дорогах двух регионов. В Калинковичском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Вблизи деревни Антоновка около 10 вечера водитель не заметил лежавшего на проезжей части человека. 22-летний водитель, двигаясь на автомобиле Кио со стороны деревни Антоновка в направлении города Калинковичи, совершил наезд на 32-летнего молодого человека, который лежал на проезжей части дороги. При этом пешеход, обозначен свето-возвращающими элементами, не был. От полученных травм пешеход скачался на месте происшествия. В ГАИ сообщили, что у водителя были права соответствующей категории, и он предварительно был трезв. Тем не менее, для проведения соответствующего анализа у мужчины были взяты биологические образцы. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Калинковичский район также попал в сводки происшествий и по линии МЧС. Вечером 27 февраля спасатели районного подразделения выезжали на ликвидацию пожара жилого дома на улице Волгоградской райцентра. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС весь дом был охвачен огнем. В ходе тушения пожара на полу в комнате был обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1941 года рождения, которая проживала одна. Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома и имущество внутри. Повреждены стены. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Сегодня суд Центрального района Гомеля огласил приговор водителю Лексуса, который в декабре прошлого года на улице Советской насмерть сбил человека. На основании части 2 статьи 37 УК назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанным с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. Напомним, 3 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на пешехода, который по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, переходил улицу. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ. К нему все это время была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. ДТП повлекло смерть человека. Рутюнян Рикарменович ранее ненакратно привлекался к административной ответственности. за нарушение правил дорожного движения. Имеет место предыдущее ДТП с летальным исходом, с участием Рутюняна в качестве водителя. Все это складывает, скажем, исключительное обстоятельство дела. Такого взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле состоялась коллегия управления спорта и туризма облсполкома. Во время заседания подвели итоги минувшего года, определили задачи на текущий и наградили лучших. 2017 год был удачным для гомельского спорта. 115 наград в 17 видах спорта привезли наши атлеты с международных соревнований и турниров. 21 из них высшего достоинства. Успешно сложились для гомельских спортсменов Дифлимпийские игры, которые проходили в Турции. Пловцы и легкоатлеты принесли 12 наград в копилку белорусской команды. Воспитание резерва как залог будущих побед. Гомельская область здесь первая среди регионов. И в медальном зачете уступает только Минску. Задача на 2018 год не избавлять оборотов. У нас продолжаются работы по совершенствованию спортивной базы, материально-технической базы, укреплению этой базы. Мы будем работать в 2018 году дальше по повышению уровня квалификации специалистов и тренерско-преподавательского состава по росту заработной платы, загрузке наших спортивных учреждений. Спортивный календарь на 2018 год очень насыщенный. В регионе состоится много республиканских и международных соревнований, в том числе континентального и мирового масштаба. В конце марта в Гомеле пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов с нарушениями слуха. В октябре областной центр примет молодежный чемпионат мира по шашкам. В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке. Медаль разыгрывают в двух возрастных категориях – 14-18 лет и 13 лет и моложе. Всего участие принимают 70 спортсменов со всей страны и конкуренция высокая. Турнир собрал сильнейших атлетов в этих возрастных категориях. Для самых маленьких первенство страны – это главный старт. А вот атлеты постарше сейчас готовятся к молодежному первенству и чемпионату Европы среди взрослых, которые в начале апреля пройдут в столице Азербайджана – Баку. Костяк национальной команды составляет воспитанники Гомельска из Дюшор номер 4. В городе Баку в Азербайджане будет проходить чемпионат Европы, это взрослые, и первенство Европы юношеской. Значит, нашу белую страну будет представлять пять гомельских спортсменов. По взрослым – это Новоселова Дмитрий, а по юношам – Сергеенко Андрей, Никитин Дима, Антипенко Витя, Лисинский Влад. Первенство Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке завершится завтра. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею завтра стартует плей-офф. Хоккейный клуб «Гомель» в четвертьфинальной серии до четырех побед сыграет с «Динамо Молодечно». Рыси начнут противостояние двумя домашними поединками – 1 и 2 марта. Кстати, перед плей-офф гомельская команда лишилась голкипера Игоря Брикуна. Он продолжит карьеру в юности. Жлобинский «Металлург» и «Солигорский шахтер» на старте серии дважды играют на льду горняков. Столичной юности в четвертьфинале в сопернике досталась Лида Неману – новополоцкий химик. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.